Раз уж мы сегодня говорим про Objective-C В смысле, вот я пишу-пишу и даю тебе, и ты это вставляешь Создаем какой-нибудь N-S-Array, создаем N-S-S То есть его ты, знаете, обязан по умолчанию Это круто Это вау, просто Вот вам с WIFT идите работать Тебе не нужно отдельно где-то рисовать интерфейс, а отдельно где-то писать код Вернись Вернули, да Ну что там, компания на грани банкротства была Да, кирпичи это там, один фреймворк, да Там, газотелекатные блоки, другой фреймворк Ну то есть, прям эпически меньше кода Это я не боюсь человека, который отрабатывает 10 тысяч различных ударов Я боюсь того, кто отрабатывает один удар 10 тысяч раз Тыкайте палочкой в него, там, смотри, какие-то моменты лучше Типа вы что сделали? Привет, это Натив Сегодня вечером поговорим обойти не только Друзья, в феврале 2020 года мы выпустили ролик про iOS-разработку С нашим наставником Игорем Лебедевым И тогда мы, в принципе, рассказали про многие вещи А именно, про продукты компании Apple Про язык программирования Swift Про перспективы работы мобильным разработчиком Прошло много времени И на самом деле, на нашем канале не так было много роликов Посвященных мобильной разработке Мы подумали вот о чем А почему бы не снять ролик, который расскажет про истоки Мобильной разработки под iOS Про Objective-C, его развитие, подъем и текущий статус Расскажет Игорь Лебедев, сенер-девелопер из компании FJ Mobile И наш действующий наставник Смотрите Привет, Игорь Привет Мы давно не виделись, по сути год Вот, я не буду тебя спрашивать, да, про твое происхождение Потому что история очень крутая в первом ролике По тебе будет такая ссылочка То есть там появится ролик Давай начнем с самого простого Раз уж мы сегодня говорим про Objective-C Мне очень интересно следующее Когда появился, кем появился и зачем появился, собственно Окей, хорошо Единственное, сразу скажу, да У меня с историей очень Ну, я имею в виду вообще в истории, да Как наукой, очень такие забавные отношения То есть я помню какие-то отдельные факты, моменты, да Но я практически никогда не помню фамилий То есть в истории, вот там был кто-то, кто-то Кто-то Да, вот кто Вот, но история Objective, да Действительно, она интересна И, в принципе, как бы, достойна того, да Заслуживает того, чтобы о ней, ну, скажем Поговорить подробнее Особенно вот разработчики современные Кто уже начинается с лифта, да Чтобы хотя бы понимать, откуда все это стартовало Про отец, про мать Да, 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 да Вот, что-то довольно интересное Короче, насколько я помню Objective стартовал где-то в начале 1980-х годов Была такая компания StepStone Значит, она занималась разработкой Вот там то ли Крис, то ли Брэд Ну, короче, какое-то Какое-то Да, стандартное американское имя Значит, он занимался разработкой языка По очень интересному запросу Вот, что забавно, история повторяется, да Те годы и Swift, вот они Так, через годы, да История очень похожа по своей сути Суть в чем Значит, тогда C, C++, ну понятно, да, все эти классические языки Нужен был язык объектно-ориентированный Да, простой для понимания То есть, чтобы вот можно было взять и начать им удобно пользоваться Но при этом у него обязана была быть кросс-совместимость с обычным C То есть, грубо говоря, разработчик на C должен был сесть И там в течение очень короткого времени перейти на Objective И самое смешное, что им это удалось Они взяли за основу парадигму языка Smalltalk Значит, про него, я думаю, попозже тоже поговорим Расскажешь, да, да Вот, в общем, основная идея была какая Что Objective C строился на базовых допущениях То есть, класс как самостоятельный полноценный объект Посылка, в смысле, передача сообщений между этими самыми классами Динамическое типизирование, насколько я помню, из Smalltalk Ну и, самое главное, гибкость То есть, можно было на полном серьезе писать код на C Вставлять его целиком в Objective, и он бы работал Прикольно То есть, на тот момент это было просто вау-моментом В смысле, я пишу-пишу и даю тебе, и ты это вставляешь? Такой, ну да, в этом основная идея И именно поэтому Objective начал очень, скажем так Не то, что прям вау-взрыв и так далее Но он завоевал свое место и начал потиху развиваться дальше Собственно, ты упомянул про Smalltalk Я тоже, когда составлял вопросы, читал про такой язык Что это за чудо было, которое каким-то образом связано с Objective-C? Опять же, значит, насколько я помню Опять же, история, привет По-моему, 1970-е годы Точно не вспомню Ну, короче, опять же, за 10 лет до Objective примерно Был разработан язык Smalltalk Причем, что забавно, разработан в 70-х А назвали Smalltalk-80 Я так понимаю, с прицелом на будущее Язык по своей сути Ну, понятно, ни синтаксис, ничего там такого Я сейчас не смогу описать Но основная идея была в чем? В чем его была прелесть? Он, опять же, был уже на тот момент Объектно ориентированный раз И он поддерживал те вещи, которые сейчас Подаются как вау-эффект Собственно, в Objective и в Swift То есть у него был автоматический сборщик мусора У него была динамическая типизация То есть у него компилятор, насколько я помню Грубо говоря, то есть проект собирался Относительно быстро А ошибки обрабатывались уже в процессе работы То есть, ну, вместо того, чтобы обработать Вот-вот весь этот кучу данных Высчитать, где что пойдет не так И потом, чувак, у тебя ваша ошибка, да? Он позволял делать плюс-минус современный вариант То есть мы запускаем приложение Без прям тотальных критических ошибок А если где-то что-то возникло уже именно В моменте какого-то конкретного модуля работы То, окей, проблема здесь, баг здесь Как бы, ну, мы можем нормально работать со всем остальным Да, то есть, ну, грубо говоря, очень серьезно экономилось время Вот, ну и все То есть парадима оказалась настолько прикольной Настолько удобной, что ее потянули уже в дальнейшие языки Хорошо, тогда, собственно, самый главный вопрос Каким образом Objective попал в Apple? Почему именно его не выбрали? Ну, то есть, есть ли какие-то догадки, вообще информация по этому поводу? Ну, скажем так, сейчас, понятное дело, можно только экстраполировать Ну, что тогда происходило, почему там и как это было Из истории известно, что то ли 84-й, то ли 85-й 84-й вроде бы год, да? Тот самый Джобса уволили из его Apple Ушел со скандалом Да, то есть он ушел, организовал собственную команду, значит, собственно, Next Step Точнее, N-E-X-T И перетянул за собой несколько человек из своей команды Apple Вот, и на этот момент он решил, что так, окей, надо разрабатывать что-то свое И, я так понимаю, посмотрев, проанализировав и так далее Он выбрал Objective как язык, который, опять же, уже имел какой-то минимальный бэкграунд на тот момент То есть уже несколько лет он развивался Потенциал он смог оценить, да, то есть у него есть, собственно, однозначно были перспективы Опять же, кросс-совместимость C Достаточно легко набрать разработчиков, обучить, да И он начал использовать активно Objective-C в разработке своей Mac OS Ну, на тот момент это было не Mac OS Next Step OS, да Да, Next Step OS Ну и все, то есть это было настолько удачно Что, собственно говоря, все наработки, которые были сделаны на тот момент Базовые классы, да, типы данных и так далее Он объединил в фреймворк Кокоа Опять же, да Вот, и все, то есть и дальше вот 95-й, что ли, да, когда его вернись Вернули, да Ну, что там компания на грани банкротства была Да, причем малоизвестный факт, на самом деле, да Но Next Step, его операционка, была на тот момент быстрее и лучше, да, чем Mac И вроде как уверяют, что быстрее, чем Vendant Не знаю, сколько, правда, но якобы она была лучше Да, то есть ее не особо хотели, как бы, продвигать То есть тут и так есть две крупные компании, да Вот, но тем не менее То есть Apple была на грани, собственно, банкротства, да То есть глобальные тотальные проблемы То есть вернув Джобса, они получили офигенный бонус в виде его операционки Прикольно А потом экстраполировали то, что было на Next Step S на Mac OS Да, то есть они интегрировали, собственно, использовали фреймворк Кокоа в его Mac OS Использовали все вот эти, ну не все, конечно, большую часть наработок И, собственно, это позволило им очень серьезно выстрелить Расскажи про какого? В глобальном смысле, ну, это, знаешь, вот из серии Расскажи про Солнце, то есть все знают, что он есть Ну, слушай, наверное, я тебе задам более предметный вопрос Ну, ты уже упомянул, что это фреймворк Собственно, для чего он был создан И каким образом он был Ну, у меня был конкретно вопрос, как он взаимосвязан с операционной системой Next Step Но я думаю, что ты, в принципе, и так это плюс-минус где-то рассказал И можешь еще дополнить Идея была какая? То есть, грубо говоря, мы создаем, там, не знаю, класс интежер Ну, NS интежер, учитывая Next Step, да Создаем какое-нибудь там NS Array Создаем NS Set Ну, короче, то есть мы создаем базовые типы данных, с которыми можно работать Jobs объединил все вот это вот в единый фреймворк То есть он дал набор кубиков, из которых можно было собирать приложение Уже тогда Да То есть и под Mac можно было писать приложение, используя фреймворк какого Соответственно, бери типы данных, бери его гайдлайны, да И просто начинай шаг за шагом, кубик за кубиком, да, используя Objective Sys Спокойно писать приложение Была миграция, получается, тех наработок, которые были реализованы Джебсон в Next С помощью его операционной системы Next Step И потом, собственно, все эти наработки он красиво принес в Apple, когда уже вернулся в компанию Да Давай поговорим про Mac OS Это все-таки операционная система, которая, мне кажется, прошла очень большую эволюцию Не только с точки зрения графического интерфейса, своей архитектуры Ну, если вкратце, есть ли у тебя какая-то информация, реально, как она эволюционировала Помимо названий, которые у нее красивые всегда были Общие, ну, грубо говоря, общие представления есть Единственное, честно, я в упор не помню, когда она стартовала, это тоже там начало 80-х Давно, давно, да Вот То есть, грубо говоря, начало было, если я правильно помню, вроде бы вместе с Джобсом Потом он ушел Они чахленько достаточно, значит, разрабатывали На тот момент система была заточена под процессоры, по-моему, Моторола То есть, ну, на тот момент, да То есть Моторола поставляла процессоры, получается? То есть они не только связь, но и, соответственно, вот процессоры, которые использовались, там, 688 или что-то такое Что-то короче Вот Суть в чем, что достаточно, ну, там, X какой-то времени, да МакОсь поддерживала именно Моторолу Да Потом в какой-то момент они столкнулись с проблемой, что с Моторолой, как бы, ну, не особо так-то хотят люди работать То есть компы уходят совершенно в другую степь Архитектуры другие, все другое И они его портировали на PowerPC, по-моему, был такой Был-был-был Вот Окей То есть поработали с PowerPC Все нормально, да И вот где-то плюс-минус на этапе прихода Джобса, значит, интеграции всех этих наработок Буквально через пару лет, по-моему, они объявили, что все, нафиг Все, все старое, да, уходим на Intel Причем там получается, что? Как всегда, то есть проблема обратной совместимости То есть МакОсь, 8-ая, когда начинали вы вот этот вот интегрировать фреймворк, какого Они туда еще 4, по-моему, там было еще 4 дополнительных фреймворка Из них один отвечал за обратную совместимость со старыми версиями Один за то, что будем PowerPC там разработать Ну, то есть, короче, они вот эту вот кучу всего, да, как всегда, пачку костылей Очень сложно, да Для того, чтобы это все хоть как-то маломальски работало Вот Потом получилось что? Что один они отбросили полностью, был такой Не помню, короче, был какой-то Значит, ну, он реально очень давно не поддерживается Оставалось два Один там что-то там на К Карбон, по-моему Значит, от него уже недавно отказались Ну, плюс-минус недавно А Коко, наоборот, вот полным ходом То есть его наработки тех лет, да, вот Еще используются Используются и активно используются Собственно, Коко стало снова и Коко Тач, который уже для iOS пошел Ну и так далее Слушай, а вот так вот Базис хороший На самом деле, может быть, ты вот помнишь Реально, какие революционные такие вещи вообще вводились от MacOSI к MacOSI То есть, ну, вот что было в одной и что не было в другой То есть, условно, вот какие-то такие крутые вещи, которые вот сейчас нам уже привычные Мы их активно используем Ну, вот я помню, что меня искренне поразило Это вот этот вот DropHand, или как он там режим называется То есть, ну, когда ты условно пишешь там смс-ку на компе Да, и ты можешь продолжить на телефоне Это круто Это вау просто А давно это было реализовано? Ну, плюс-минус, если ты помнишь по годам Года два или три Три, наверное Ну, что-то такое Вот, но это было вау просто То есть, вот это вот осознание того, что это у нас вот так вот такая связь Да, ну, понимаешь, что это действительно единая какая-то система Да Помню, аирдроп очень удобная штука была, опять же, то есть, обмен файлами, значит, просто, да, напрямую Да Очень удобный скриншеринг, то есть, опять же, когда там с мака могу на телевизор транслировать картинку на Apple TV Ну, то есть, вот эта вот единая среда, это, конечно, вау Сказать, что вот именно в операционке, вот именно внутри там что-то Не, мне с точки зрения пользователя, на самом деле, даже интересно больше Ну, вот, пожалуй, пожалуй, вот такие вот, как бы, вау-эффекты, вау-моменты, да, которые смотришь такой, да ладно, типа, а чё, а почему раньше этого не было? Как-то получилось, да? Да, то есть, вот это вот вау Ну, они молодцы, они, конечно, сделали очень большую революцию в жанре Окей, если про JPC, в принципе, я так понимаю, что на этом языке разрабатывались и первые мобильные приложения, в принципе, так же, как и ПО для самой MacOS Да У меня вопрос, семь-восемь лет назад ещё, в принципе, вся мобильная индустрия, которая была завязана на приложение поддаётся, она писалась на Objective Угу Насколько это было сложно? Насколько это было интересно? Как я рассказывал в, собственно, предыдущей встрече нашей, да, на удивление именно Objective и зацепил, да, но Objective зацепил не столько, как язык сам по себе, да, как возможность делать то, вот, собственно, что он делал, да На самом деле язык визуально очень сильно отличался от вот всех остальных, да, то есть несмотря на то, что в основе вроде как C, да, синтаксис, ну, он другой, то есть куча этих квадратных скобочек, да, то есть вызов методов не через точку, а через вот эти вот пробелы внутри квадратных скобок То есть, ну, это была действительно достаточно странная штука, которую ты, ну, нужно просто было усвоить, понять, что оно вот так вот работает, да Было когда-то ручное управление памятью, благо от этого отказались Была разработка всего, вот, вот, всего-всего только исключительно кодом Потом появились ксибы, которые уже хоть как-то это визуализировали, потом сториборды и так далее, да Скажем так, для того, чтобы когда-то давно, для того, чтобы вот прямо разрабатывать все самому, нужно было иметь очень хорошее воображение То есть чтобы, вот, когда ты пишешь код, ты должен был представлять, что именно ты получишь на выходе Как это будет выглядеть? Да То есть в X-коде не было ни этих эмуляторов, ничего? Когда-то давно нет, потом они уже, ну, в смысле эмуляторы были, естественно, ты должен был либо постоянно запускать, проверять, что ты получил, да, либо писать кусок кода, то есть рассчитывая на то, что ты все правильно рассчитал Сложно, а что надо было вообще, в принципе, знать мобильному разработчику помимо самого объектива? Сколько, я так понимаю, надо было ее? Ну, какого, по большому счету, да, они очень сильно перекликаются, то есть нельзя сказать, что объектив, да, типа надо знать объектив, а отдельно надо знать, какого тач, допустим, да Нет, то есть какого тач представляет, ну, вот, тач для мобилок, да, представляет собой набор совершенно различных фреймворков Foundation, собственно, вот это снова базис, который, из какого пришел, да, базовый класс и так далее, базовые типы данных Какой-нибудь там MapKit, GameKit, там, всякое такое, то есть куча фреймворков, каждый из которых отвечал за свою область Ну, условно говоря, допустим, если я хочу работать с картами, мне нужно использовать MapKit framework Ну, для того, чтобы с ним работать, я обязан знать объектив, потому что, ну, он написан на объективе, он использует методы объектива, то есть, ну, без вариантов Да, то есть объектив — это, ну, что-то типа фундамента дома, на котором ты строишь приложение, то есть его ты, знаете, обязан по умолчанию, а дальше ты уже начинаешь комбинировать Типа вот кирпичи — это там один фреймворк, да, там газосиликатные блоки — другой фреймворк, ну, то есть, и вот выстраиваешь то, что тебе нужно Хорошо, вопрос напрямую, сейчас проще? Да То есть, если ты сейчас начинаешь изучать, в общем, мобильную разработку, особенно под iOS, сейчас воображение настолько не надо включать Сейчас, во-первых, появилось реально очень большое сообщество, которое пишет на все моменты, да, то есть, объектив, он до сих пор еще существует на самом-то деле, да, то есть, легаси, проекты старые, еще чего-то, да, ну, кое-что на нем пишется в любом случае Такая, ну, как бы, топ или поп разработка-то, да, она везется в основном именно на Свифте Почему? Свифт изначально был разработан для чего? Чтобы именно упростить вход разработчика в профессию То есть, объектив, как ни крути, ну, на современный лад, он, ну, сложноват, он не предоставляет всего того функционала, который можно как бы использовать, да, и так далее Свифт оказался, ну, гораздо лучше Плюс, они не сказали, вот вам Свифт, идите работайте, да, то есть, они создали первую версию, вторую, третью, ну, то есть, язык очень быстро развивается И появляются все новые и новые фичи, которые реально, ну, крутые Спляют Да, то есть, и самая фишка, что он оказался очень классно структурирован То есть, можно взять одну какую-то тему, да, и в нее погрузиться А Разобрался, окей, вторая, третья, так далее, то есть, нету там, вот, вот, кросс вот такой вот тотальной, да, связанности, которая, типа, ткнулся сюда и все, и закопался напрочь Почему Apple, в принципе, решила сделать Свифт, ты мне сказал, чтобы упростить ход в разработку Может быть, были какие-то еще обоснования для нее самой, то есть, она хотела, возможно, сделать именно свой язык программирования Может быть, тут, на самом деле, достаточно сложно сказать именно, ну, как бы, мотивы конкретные, да, да С моей точки зрения все очень, ну, достаточно прозрачно Apple зарабатывает деньги То есть, компания нацелена на прибыль, да Когда компания сталкивается с нехваткой разработчиков, ну, экстраполируя, предполагая, да, явно были проведены какие-то тесты, эксперименты, да Я думаю, было выявлено, что, допустим, гораздо проще пойти изучить Java какую-нибудь, начать писать, либо там под Android, либо там серверное что-нибудь, ну, то есть, проще Порог вхождения намного ниже, да, чем лезть в Objective, то есть, разбираться с тем, что навернули с 80 какого-то года, да, то есть, пытаться вот этот вот еще достаточно странноватый синтаксис как-то уложить у себя в голове То есть, ну, это проблема Плюс, опять же, возможности языка Swift, ну, больше возможностей, то есть, те же опционалы, те же замыкания, то есть, ну, все прочее Он, ну, он удобнее, он понятнее, да, то есть, Swift читается, как, ну, хорошо написанный код на Swift, читается, как рассказ на английском То есть, ты берешь и просто читаешь, что тут происходит Игорь, слушай, а может быть, есть какая-то информация, как вообще в Беларуси стали появляться ребята, которые стали для себя поднимать Objective-C, потом изучать Swift Ну, ладно, Swift уже это как бы не актуально, потому что, в принципе, популяризация Objective-а надо было сделать Как это вообще происходило? То есть, изначально, что, наверное, тут у нас было единицы людей, которые на нем что-то писали Я думаю, что да, я на самом деле не застал именно момент появления вот этого мобильной разработки, потому что на тот момент я считал, что я не программист Вот, поэтому, я думаю, что, скорее всего, было плюс-минус, как во всех стандартных, ну, плюс-минус, да, компаниях происходит То есть, какая-то крупная компания Запрос Да, то есть, явно решила, о, у нас вот есть мобилки, да, то есть, а давай посмотрим, что для этого нужно Вот То есть, насколько я представляю, на то время же не было ни курсов, ничего, да, то есть, есть документация Apple, сиди, читай Какие-то там, комьюнити минимальные, задавай вопросы и так далее, да, то есть, вот потиху-потиху появлялись именно первые люди, которые Начинали в этом всем разбираться Ага Тут, как, не знаю, в соленом растворе, то есть, нужен кристаллик, вокруг которого пойдет уже все остальное кристаллизация, да, то есть, я даже где-то склонен предполагаю, что, скорее всего, они уже этим не занимаются То есть, они пошли в какие-то другие сферы, то есть, ну, сюда-то потыкались, посмотрели, стартовали Хорошо, интересно, дали старт и хорошо Слушай, Игорь, ты застал тот момент, когда, в принципе, Свифт появился Угу Насколько реально он был сырым? Скажем так, самое первое появление, да, на самом деле, не могу сказать, что многие, да, но у меня есть ощущение, что его просто не оценили вот в самый-самый первый момент, когда, то есть, да, он был анонсирован, по-моему, в четырнадцатом году То есть, он такой, блин, это в смысле, мы только вот с objective, вроде нормально все работает, да, то есть, надо будет переходить Но, откровенно, он был, скорее, хорош Ну, да, был, был, там, ряд моментов, да, сейчас Свифт UI наталкивается на что-то похожее, вот, но, в общем и целом, ну, первый Свифт мелькнул как-то мимо, на самом деле То есть, посмотрели, сказали, ну, да, окей, наверное, когда-нибудь надо будет, вот, но буквально очень-очень быстро они пофиксили целую кучу всяких проблем И он стал хорош, вот, прям, то есть, на втором Свифте уже приходилось прям писать, то есть, берешь и начинаешь смотреть, а что и как оно работает, вот, так что, ну, с моей точки зрения, то есть, да, проблемы были, но не настолько критичные, чтобы оттолкнуть от языка В Беларуси достаточно быстро перешли на него? Да, причем, я как рассказывал, что у меня старт был с фриланса, что было вообще странно, да, вот, но я очень хорошо помню момент, когда общался с, там, одним заказчиком, говорит, на чем пишите? Ну, objective, да, ну, учи Свифт, говорит, уже крайне нужен Причем, это был, собственно, наверное, пятнадцатый год, когда, ну, казалось бы, совсем-совсем недавно он появился Ну, вот, то есть, да, он очень быстро начал появляться, ну, начал завоевывать Сейчас, ну, в девятнадцатом году, в принципе, если не ошибаюсь, появился Свифт UI Или восемнадцатый год? Девятнадцатый, на ВВДЦ его анонсировали Это ежегодная конференция Apple, да, получается Да, да, да Objective, Свифт, Свифт UI Что ты можешь сказать вообще про эту линейку? Это вот закономерная вообще революция жанра? Скажем так, для меня она, скорее, неоднозначная Потому что, ну, подхода к Свифту, ну, даже не так Среда разработки Xcode, да В Xcode, да, есть определенные проблемы при работе с большими командами В частности, что? Сториборды, то есть, файлы, в которых ведется разработка интерфейса Это большие XML-файлы, то есть, это просто файл, который показан в виде картинок Да, это удобно для восприятия, но, на самом деле, когда одновременно несколько человек вносят правки в этот файл, возникает конфликт Эти конфликты очень сложно чинить, значит, и так далее, да Свифт UI — это, насколько я вижу, попытка уйти от этого, да, то есть, там, в принципе, не существует Такого понятия, как сториборд То есть, ты пишешь код, просто видишь сразу рядом, да, что именно ты получаешь своим кодом То есть, это, ну, как называть сейчас, декларативный стиль разработки, да То есть, когда тебе не нужно отдельно где-то рисовать интерфейс, а отдельно где-то писать код Сейчас все это пишется в коде С одной стороны, выглядит вроде бы как логичным развитием, да С другой стороны, у меня есть определенные опасения на этот счет Они его, ну, они его как-то очень быстро и очень сильно начали пиарить, продвигать То есть, да, понятно, у него есть кроссовместимость обратно и так далее, да Но, вот, Свифт UI как раз сейчас, он прям сырой То есть, они выпустили прям сырой-сырой, потом пофиксили, потом еще раз пофиксили, еще раз То есть, не, ребят, конечно, спасибо, но дайте мне что-нибудь, с чем можно было бы работать То есть, он сырой на уровне, то есть, ну, вот я запускаю и понимаю, что там нету элемента, который мне просто нужен Ну, там, Collection View, наш стандартный, да, ну, нету его Почему? То есть, ребят, ну, как вы выпускаете фреймворк, на котором я должен разрабатывать, если на нем нету базового элемента интерфейса Ну, я с тобой согласен, это логично Вот, плюс, на самом деле, опять-таки, то есть, они его выпустили во многом, ну, как есть подозрения, да Из-за каких-то маркетинговых, там, моментов, типа, вот, смотрите, мы движемся, мы развиваемся, у нас, типа, все круто и так далее А при всем при этом, получается, что, допустим, у него достаточно кривая обработка ошибок То есть, совершенно, ну, помню, несколько раз попадал в ситуацию, когда, там, утрирую на пятнадцатой строчке ошибка, да, он мне показывает ее в семнадцатой Я такой, что за бред, ну, просто вот я смотрю, не могу понять, почему в семнадцатой строке ошибка Причем совершенно не та, что он мне пишет Пока дошло, пока почитал, пока узнал, что не всегда та же строка, не всегда та ошибка Ну, вы серьезно? Ну, как? Вот, то есть, и вот это вот заявляется как инструмент, на который срочно нужно всем переделать А зачем мы не спешили? Они хотели просто, ну, как ты считаешь? Да, может, просто под ВВДЦ подгоняли Ага То есть, WWDC все-таки очень серьезное событие, да, отложить еще на год, ну, такое, ай, да ладно, проскочим, пофиксим, ну, такое Все сделаем, плюс разработчики в качестве сообщества помогут все это побыстрее Да, бета-тестеры Да, да, да Вот, и так далее Понятно, сложно говорить именно о истинных мотивах, да, но выглядит это примерно так, что, ладно, пошли, потом докрасим по ходу Такое себе У него есть преимущества, целая куча преимуществ, на самом деле Назови Ну, если для тебя какие-то такие очевидные, которые ты можешь назвать Прямо эпически меньше кода, то есть, то, что мне нужно было раньше писать вот такое вот количество строк, сейчас сводится вот в такое вот Удобно Это удобно Вопросов нет Парадигма меняется, это неудобно, то есть, нужно перестраивать снова мозг на то, что по-другому теперь все это будет, другие подходы, другое все Как переключать мозг в плане парадигмы мышления в отношении программирования? Как ты это делаешь? Да просто беру и делаю тут без вариантов Набиваю руку Да, на самом деле, ну, это просто практика Я вот не помню, кто это То ли Брюс Лид, то ли Джек Хэн Короче, кто-то из этих рукопашников сказал, что Это я не боюсь человека, который отрабатывает 10 тысяч различных ударов Я боюсь того, кто отрабатывает один удар в 10 тысяч раз То есть, вот, примерно то же самое То есть, нужно сидеть, писать, экспериментировать, да, проверять, смотреть, как это работает, как это, то есть, да В какой-то момент оно должно просто схлопнуться в какую-то цельную картинку, да Как это когда-то было со свифтом, как было с обжектом, ну, как, собственно, любой язык Ты на него переходишь и начинаешь просто пытаться разобраться А что с вот этим? А что с вот этим? То есть, пишешь, решаешь задачи Слушай, а можно вопрос? То есть, я, насколько понимаю, то есть, если свифт UI становится абсолютно повсеместно используемым, то положение свифта полностью схлопывается, то есть, он исчезает? Ну, во-первых... Или не совсем? Не совсем Не совсем Во-первых, свифт – это язык, да Язык, да То есть, это не то, что узкая специализация для мобилок То есть, на свифте можно писать серверное приложение, на свифте пишут приложение для мака, то есть, ну, он не схлопнется в моменте Это просто фреймворк, условно Да Второй момент, что есть legacy-приложения, да До сих пор есть компании в Минске, которые набирают именно Objective-C программистов, потому что им нужно поддерживать проекты, там, x лет давности Это понятно Вот, то есть, то же самое, как минимум, еще, там, достаточно длительное время будет со свифтом То есть, ребят, когда мы шесть лет на нем писали, и сейчас, вдруг, внезапно мы должны перепрыгнуть на свифт UI, а что делать с этими вот проектами, которые за все это время наработались? Ну да То есть, да, у них есть какая-то интеграция, но, не знаю, я достаточно с трудом себе представляю разработчика, который будет одновременно писать и на свифте, и на свифт UI в одном приложении Ну, такой себе, на самом деле, по мне, то есть, может ошибаюсь, но для меня это странно То есть, это одинаково хреново для обоих, как бы, вариантов, да, одинаково плохо То есть, я думаю, что на свифт UI будут стартовать именно относительно новые приложения, новые какие-то модули, которые будут отдельно существовать То есть, да, его придется учить, по-любому Но, может быть, не то, чтобы вот прямо сейчас все бросить и побежать учить свифт UI, нет Потому что, грубо говоря, если вы, там, условно, год работаете на свифте, да, ну окей, работайте Тыкайте палочкой в него, там, смотрите какие-то моменты лучшие, да, там Что-то для себя узнавайте, но не бросайте, все, своплим, все, я побежал, у нас есть крутой фреймворк, будем писать только на нем Пару слов про Xcode, что вообще с ним происходило, пока ты вот, ну вот как ты его застал и теперь то, что ты с ним видишь Я знаю то, что, я просто сделал такую, там, ремарочку Насколько я понимаю, что оценка среди разработчиков Xcode в App Store, она не выросла То есть, он как был, в принципе, с невысоким рейтингом, так и остался Ты даже говорил, какие проблемы у него есть, можешь их упомянуть, но все же, какая эволюция жанра произошла, вообще Я скажу так, я вот не помню, то ли Франклин, то ли кто, ну кто-то, опять же, из президента Америки сказал, что демократия – худшая форма управления, за исключением всех остальных Лучшего мы не забрели, да? Да, вот типа того, то же самое и здесь, то есть, Xcode далеко не идеален, вот прям вообще далеко не идеален Его ругают, хейтят, там, матерят, да, он живет память, да, у него там куча, там, багов, крэш, схлопывается В 12-м Xcode, который сейчас вышел, у них тупо при запуске проекта не открыта консоль Вот что, блин, извините, было в голове разработчика, который вот… А давайте не будем показывать консоль, основной инструмент отладки, да, разработчику Захочешь – сам откроет? В смысле? Ну, дайте хотя бы галку поставить, там, не знаю, открывать, не открывать Нет, все, вот, безусловно, консолей нет, вот, то есть, скажем так, Xcode, у него очень странный путь эволюции На самом деле, то есть, когда-то, когда я на него посмотрел, мне он дико понравился По сравнению с средой разработки под C-Sharp, ну, там, она была какая-то совершенно невнятная Ну, такая серенькая, меня сейчас будут хейтить все, вот, кто пишет… Шарписты Да, и шарписты, и джависты, и вообще все-все-все, кто пишет на Visual Studio, да, то есть… Да, блин, ну, она не нравится мне, ну, она какая-то… фу-фу, то есть, нету… Как в фильме, да, нету искры божьего гнева А тут Xcode, то есть, красиво, кнопочки, ярко, эффектно, да, то есть, перетаскивание Ну, первое впечатление – клево Потом, да, то есть, видишь вот эти вот проблемы Но основная фишка Apple, которую она преследует – это что-то поменять в новой версии Желательно что-нибудь ключевое То есть, вот был у тебя раздел «Добавление элементов» Внизу, вот, как сейчас помню, вот здесь вот внизу В нижнем правом углу экрана был раздел, где можно было выбирать UI элементы, перетягивая их на Storyboard Я устанавливаю новую версию, по-моему, восьмую Эй Где? Где? Типа, вы что сделали? Бегаешь просто глазами, да, сразу Да, то есть, это вот состояние, когда ты вчера спокойно писал код, да То есть, там, сегодня ты запускаешь Xcode и понимаешь, что вы что сделали вообще? Вот, оказывается, они разместили кнопочку, плюсик, совершенно в другом месте, да, и теперь нужно нажимать туда Какие молодцы Вот, и вот они любят вот такие вот вправки Ну, я не знаю, вы хотя бы там мануал, что ли, выпускаете? Ну, в документации где-то это все, видимо, есть Есть Но, по факту, получается, что, когда я запускаю Xcode, я ожидаю, ну, либо увидеть все на своих местах, либо хотя бы напоминалку, там, краткий список, что, ребята, в этой версии мы вот это переместили сюда, это сюда, это сюда, увы То есть, ты запустил Xcode, наслаждайся Вот То есть, вот это их прям фишка С другой стороны, по-честному, он становится лучше, ну, в глобальном смысле, если смотреть, да В нем появляются какие-то, ну, плюс-минус удобные моменты, да, вроде мелочи, но на самом деле удобные То есть, ну, из прям вот мелочей-мелочей, карта навигации по сториборду То есть, маленькое такое окошечко, да, где указано, где находятся остальные контроллеры То есть, ты смотришь в эту область, а у тебя вон там-там-там-там-там еще где-то что-то есть Карта показывает, ну, как навигация в игрушках, вот, тут похоже Прикольно Мелочь, но раньше не хватало Подсветка кода, ну, меня крайне устраивает, меня это радует То есть, ключевые слова выделяются нужными цветами То есть, я хорошо помню слова моего ментора, который мне когда-то сказал, говорит, когда, ну, когда-то еще на Objection меня обучал Вот, он говорил, что когда падает в X-Code подсветкой, ну, было такое у них раньше Говорит, я не знаю, как писать, то есть, я смотрю, и для меня все одинаково серенькое Что за фигня, где вот эти вот красивые цвета, красочки, там, буковки и так далее Вот, то есть, ну, за этим совершенно откровенный респект То есть, визуальное восприятие удобное Вот, ну и все, то есть, X-Code, да, он эволюционировал, но он так, решительными скачками То есть, тут что-то отломали, тут что-то там, еще что-то, да, ну, пристраиваешься, ну, как в нашем классическом анекдоте, типа, а может так и треба, ну, ладно, какой как на гвоздь пристроился, ну, ладно, теперь пишем так Ты говорил о том, что сейчас, на самом деле, стать мобильным разработчиком стало проще Тогда давай, может быть, по пунктам перечислить, какие сейчас реально знания нужны человеку, который хочет войти в мобильную разработку после обучения на каких-либо курсах То есть, вот список того, что он реально точно должен знать Значит, ну, must-have, сразу скажу, английский Просто по-любому, пусть зачаточные знания, пусть там читаю со словарем там в поисках, но человек хотя бы хоть как-то должен понимать, о чем идет речь Документация на английском, общение на английском, все мануалы на английском, ну, и весь Swift, по сути, является английским языком, да, то есть, поэтому в обязательном порядке Очень такой, скажем, трудноуловимый момент, да, хотя все, ну, большинство отмахнет, скажет, да ладно, что там Базовая логика, то есть, человек должен хотя бы понимать, ну, причинно-следственные связи То есть, если что-то происходит здесь, да, то что-то где-то еще происходит, или не происходит Или там, ну, то есть, простейшие вещи на уровне, то есть, А-Б, Б-А, там и так далее, да, то есть, сейчас, к сожалению, логику в школах не преподают Когда-то это был предмет отдельный То есть, приходится, к сожалению, сталкиваться на курсах с людьми, которым приходится просто вот доносить, что, ну, я говорю, включи логику, то есть, ну, я понимаю, что, ну, нету этого переключателя, да, то есть, нужно еще вырастить там, создать каким-то образом, чтобы, ну, значит, все это понимать, да Вот, то есть, английский, логика, желание, умение учиться, ну, это такое, то есть, просто абстрактное, опять же, понятие, да, но тут такой момент, опять же Человек, который, грубо говоря, хочет стать разработчиком, да, он должен понимать, что он с этого момента будет учиться всю жизнь, ну, или там, весь, всю свою карьеру, да Не получится вот остановиться и сказать, ну, все, я разработчик, любите меня То есть, да, клево, окей, сегодня ты разработчик, через год, все До свидания Да, то есть, все равно постоянно, хоть где-то, хоть что-то читать, хоть какие-то конференции, ну, хоть минимальные знания, хоть тот же стеклорфл, да, ну, минимальный приток знаний должен быть А это привычка учиться, то есть, ну, ее нужно либо выработать, либо иметь, либо еще что-то, да, то есть, ну, человек должен хотеть научиться, да, а не хотеть много денег Потому что, ну, хотеть денег нормально, но не особо продуктивно в моменте Вот, пожалуй, так Из технической составляющей, да Не, ну, в идеале, конечно, если он будет знать хоть какой-нибудь, там, хоть какой-нибудь язык программирования, там, на уровне школьной программы То есть, пусть он там, ну, Basic сейчас не учат, что там, Pascal какой-нибудь, C, что там, я просто не знаю, что сейчас преподают, на самом деле Школы, универы, да, ну, хотя бы примитивные знания хоть какого-нибудь языка То есть, это существенно просто поможет в дальнейшем Это не критично, то есть, можно и с нуля объяснить Но очень хорошо, если хоть какой-то минимальный бэкграунд есть Ну, должен уметь включать компьютер, понимать, как пользоваться мышкой Ну, в принципе, понятно, хорошо А вот кого компании хотят видеть на старте? Ну, компании, естественно, хотят видеть, как минимум, мидов То есть, людей, которые берут задачу, ну, приходят, садятся, берут задачу, выполняют Да, причем выполняют не просто, как бы, мне сказали делать, я делаю Да, то есть, нормальный разработчик понимает, к чему приведет эта задача То есть, это уже умение не просто логически мыслить, а умение выстраивать логическую цепочку в будущее То есть, если я меняю это сейчас здесь, то там вот это, вот это и вот это будет затронуто И там, условно, в случае наступления вот такого-такого случая, возможно, какие-то проблемы Или наоборот, что-то улучшится То есть, чайник, джуник, да, сядет, сделает, не запариваясь Мне сказали, я сделал, да Мид может подумать, сказать, так, стоп, если мы вот это вот сделаем, вот там что-то отвалится Значит, мы точно это делаем Вполне возможно, что и нет То есть, эту задачу смогут отменить, или изменить Или потребовать строить какой-то предохранительный клапан Чтобы, если вдруг наступает, как бы, косяк, да, то все нормально отрабатывало То есть, компании хотят видеть человека, который умеет понимать, что он делает, для чего он делает Модное слово проактивность, вот примерно вот такое То есть, проактивного человека Это, опять же, это вырабатывается То есть, есть новички, ну, джуники, да, там, после курсов, которые совершенно спокойно, уверенно идут в таком же варианте Они уже научились видеть свои последствия Да, вот, а есть то, что у него разработчики, которые там пару лет проработали, вот, строго вот таком зашоренном режиме Мне сказали, я делаю, мне не сказали, я не делаю Такое То есть, просто, как это, разработчики создают высокомаржинальный продукт То есть, грубо говоря, час работы разработчика зарабатывает компании гораздо больше, чем то, сколько она ему заплатит Ну, конечно Вот, то есть, но, тем не менее, да, получается, что, для компании, насколько я себе это представляю Время, которое она потратит на обучение человека, ну, новичка, который слабо себе представляет, что такое разработка, как вообще интегрироваться в команду, что делать и так далее, да Это потерянное время, да, то есть, это время, которое не приносит денег, да, и, может быть, когда-нибудь что-то принесет, а может и нет Вот То есть, именно поэтому мое мнение, да, что человек, который приходит на курсы, который начинает вливаться вообще, в принципе, в тему мобильной разработки Должен максимально активничать То есть, грубо говоря, можно, там, не знаю, купить курс, просмотреть его, решить, ну, все, я разработчик, там, базовых 10 уроков прошел, там, по видео, да, там, что-то там Достаточно Да, все, я разработчик Нет, ты научился писать, там, какие-то базовые вещи, но ты не разработчик Ты еще не умеешь, ну, видеть вот это вот все в целом Картину, да А есть, повторюсь, совершенно, там, курсанты, студенты, да, которые активничают, лезут куда-то, выспрашивают, дополнительно что-то смотрят, все Его можно смело брать в команду, потому что он уже знает, чего вообще делать, да, чего ждать, да, то есть, умеет работать, то есть, минимально там обшлифовать Все, бриллиантик готов Игорь, тебе огромное спасибо Да Спасибо, было интересно И это был Игорь Лебедев Друзья, я надеюсь, то, что вам было интересно, поскольку история является неотъемлемым фактом любого события, которое вы изучаете в своей жизни И да, оно тоже касается программирования Смотрите наш канал, смотрите наши ролики, оставляйте свои комментарии Лайки, дизлайки, все принимается Мы стараемся быть лучше для вас с каждым нашим видео И мы еще увидимся, пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok